Для извлечения опционала внутри функции часто используется конструкция guard. Давайте же с ней познакомимся. Эта конструкция является условной, так же как и конструкция if. Если условие выполняется, то мы идем дальше. Если нет, то выходим из того блока кода, в котором находились. Синтаксис данной конструкции выглядит следующим образом. Вначале пишется ключевое слово guard, далее некое условие, и если оно выполняется, то мы идем дальше, а если нет, то выходим из блока кода. Это у нас указывается в ветке else и в данном случае при помощи ключевого слова return. Предположим, нам нужно проверить, введены ли какие-либо значения поля username и паспорт на воображаемом сайте. Если все внесено, то выводится приветственное сообщение. Для проверки внесения этих данных запишем следующую функцию. Она будет называться checkUser и принимать два параметра. UserName типа string и password. Password типа тоже string. И далее в функции при помощи guard мы проводим проверку. Если у нас username не равен пустой строке, то мы идем дальше. Иначе выходим из функции. Также делаем проверку для пароля. Если он не равен пустой строке, то мы идем дальше. Иначе выходим из функции. И после всех проверок выводим сообщение welcome to our site. Итак, давайте вызовем эту функцию checkUser и передадим сюда имя, например, Jack и пароль. Пусть будет просто ааа. Вот такой вот незамысловатый пароль придумал наш Jack. И мы видим на консоли приветственное сообщение. Если бы мы записали эти условия с if, то каждое следующее условие находилось бы в теле предыдущего. То есть мы пишем первое условие, открываем фигурные скобки, уже в теле этого условия мы записываем следующее условие, снова открываем фигурные скобки и далее записываем то, что хотим вывести на консоль. И, как видите, здесь каждое условие находится в теле предыдущего и возникает вложенность и большое количество фигурных скобок. Использование конструкции guard для проверки соблюдения требований повышает читабельность кода по сравнению с конструкцией if. В отличие от if, guard всегда требует ветки else и указания в этой ветке операторов для раннего выхода из блока кода. Здесь мы рассмотрели инструкцию return для выхода из функции, но существуют также некоторые другие. Например, если мы используем guard в цикле. Так, здесь давайте это закомментируем, чтобы не возникало ошибок. И запишем цикл. Будем проверять значение number в диапазоне от 1 до 5. И так, мы делаем проверку, если у нас number не равно 3, то мы идем дальше, иначе будем заканчивать работу цикла. Выводить значение number на консоль. И мы видим, что на консоль вывели значения 1 и 2, которые принимают свойства number. И как только number у нас получило значение 3, то мы вышли из цикла. Здесь используется оператор break для прекращения работы цикла. Также guard используется для извлечения опциональных значений. Рассмотрим пример из следующего урока с выводом информации о температуре. Там у нас, если вы помните, была переменная temp опционального типа, integer. И поскольку guard может существовать только внутри блока кода, давайте запишем функцию для проверки температуры. Назовем ее checkTemp. И она будет принимать у нас только один параметр опционального типа, integer. И внутри будем извлекать опциональное значение при помощи опциональной привязки из конструкции guard. LetTemp равно temp. Вот нам даже подсказывает компилятор. Здесь давайте не будем все это переносить. Запишем покороче, все в одну строчку. И здесь мы извлекаем значение из опционального свойства temp. Если оно имеется, то мы выводим на консоль сообщение theTemperature is, указываем полученное значение температуры, degrees. И давайте вызовем эту функцию. CheckTemperature. Передадем туда значение из нашей переменной temp. И сейчас мы ничего не увидим на консоль. Консоль это какое-то переменное значение nil. Если мы присвоим ей значение равное 25, то увидим соответствующее сообщение на консоли. Обратите внимание, что теперь извлеченный опционал из переменной temp доступен нам внутри всей функции. Если бы это была привязка с конструкцией if, то извлеченный опционал был бы доступен только в теле ветвления.